Всем большой привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный кекс. И фишка этого кекса, это вообще на самом деле мое классическое капкейкное кексовое тесто. Самое обожаемое мной и самое лучшее в мире. И фишка его в том, что мы будем делать в очень необычной форме. Вот такая сейчас появились вот такие вот формы. Когда вот на это смотришь, думаешь, что это такое. А на самом деле это очень интересная конструкция. Видите, кекс мы заливаем вот в эту форму. И здесь стоит такая труба. Вот такая вот труба здесь. И мы прям сверху наливаем тесто. И когда кекс выпекается, мы высовываем эту трубочку, а в середине у него образовывается пропасть. И в эту пропасть мы можем налить абсолютно любую начинку. И затем, когда кекс этот охладится, в разрезе это будет очень красиво. Я, например, собираюсь налить сюда карамель. Вы же можете сделать совершенно любую начинку, которая вам только нравится. Вплоть до просто залить туда в варенье. Но учтите, если вы зальете менее густое варенье, то есть там не джем, например, или джем без пектина, то тогда у вас будет немножко выливаться. Или же если кекс будет храниться при комнатной температуре, и там будет карамель. Карамель также будет так плавно вытекать оттуда. Но в этом тоже есть свой шарм. Но когда мы будем доставать из холодильника и резать, эта вот карамелька, она будет четко там видна. Мне кажется, это очень крутая идея, особенно для каких-то кондитерских подачек кексов, допустим, порционной, и когда внутри вот такая вот есть начинка. Ну и сверху мы красиво сделаем такую шляпку из взбитых сливок. Все, приступаем к приготовлению. И все, как обычно, у нас чрезмерно просто. Никаких сложностей. Здесь у меня сливочное масло комнатной температуры и сахарный песок. Так, я сюда отправляю ванильный экстракт. Ой, не влезает моя лопатка сюда. Ванильный экстракт. И все это мы сейчас будем взбивать в течение двух примерно минут миксером. И сейчас по одному мы добавляем сюда яйца. Разбиваем одно яйцо, взбиваем. Разбиваем второе яйцо, взбиваем. Так, яйца у нас взбиты. Я добавляю сюда соль и разрыхлитель. И просеиваем муку. Когда все это мы добавим, просеем, просто окончательно, уже до однородности, взбиваем миксером. Ой, я все мимо сделала. Муку сразу просеиваем всю. Чтобы не мелочиться нам тут. Ой, я не мимо, не иду. Совсем малость. Все, вот такое вот очень густое тесто у нас получается. Итак, тесто у нас получается такое, достаточно густое. И сейчас нам нужно его вот в эту конструкцию распределить. И чтобы оно у нас отсюда с легкостью выпрыгнуло, и также вот эта вот палка у нас с легкостью оторвалась, мы все должны хорошо смазать маслом. Хотя, в принципе, вот кексовое тесто у нас оно такое, там большое количество сливочного масла, но все-таки я хочу себя обезопасить. И еще раз пройтись здесь, чтобы потом не сказать ой. Потому что это все-таки нержавеющая сталь, а не антипригарное покрытие. Поэтому лучше его смазать. Я ее засовываю. Ой, все жирное. Засовываем и наше тесто сюда закидываем. Вот именно что закидываем, потому что оно действительно настолько густое, что другого термина я даже не подберу. И пытаемся туда его утрамбовать. Так, закинули туда наше тесто, более-менее распределили. Сейчас я свои нелепости и промахи вытру. Так, все. И убираем в духовку выпекаться. Вот тут все вот так вот криво-косо, ничего страшного. Не пытайтесь это тесто распределить по каждому уголку, потому что оно масляное в духовке. Оно вмиг у вас все растечется и распределится, распрямится, и все там будет четко. Убираем в духовку на 180 градусов выпекаться до готовности 20-30 примерно минут. Ну а сейчас мы варим карамель. У меня здесь в ковшике сахар и вода. Мы ничего, ни в коем случае вообще не перемешиваем. Я включаю плитку, и все это у меня варится здесь до темно-темно-янтарного цвета. Будет янтарный или светлый янтарный, в итоге получится фигня. Все засахарится и ничего не получится. Вообще, это даже невкусно на самом деле. Максимально, какие перемешивания мы можем делать, только после того, когда уже все у нас тут кипит, бурлит, это наклонный ковшик. А пока тут вообще делать ничего не нужно. И тем временем я жирные сливки, обязательно жирные. 20% тут не подходит. От 30%. Я наливаю в посуду, их нужно нам прогреть. Мы их греем для того, чтобы, когда мы сливки наливаем в карамель, карамель у нас начинает беситься, сходить с ума, стреляться. И чтобы, потому что очень высокая температура по сравнению со сливками. И чтобы более-менее себя спасти от этой ситуации, нужно чуть-чуть прогреть сливки. А так, в принципе, и холодными можно их сюда закинуть. Вот, посмотрите, карамель у нас уже закипела. И видите, обратите внимание, сбоку она вот засахаривается. Вот здесь вот. Мешать ни в коем случае нельзя. Но для того, чтобы ее сюда завалить, она еще здесь успеет разойтись, мы делаем вот такие вот наклонные движения. Туда-сюда. Туда-сюда. Может быть, не с первого раза они свалятся, эти сахаринки. Но потом, если свалятся, то разойдутся. Потому что, видите, карамель еще светлая. Мы еще можем это сделать. Обратите внимание на стенки. Видите, здесь вот такой, скажем так, лишний сахар налип. И мы его отсюда не трогаем, не скоблим, ничего не делаем. И карамель у меня очень темного, уже такого янтарного цвета. Видите? Все. И сейчас мы это все убираем с плиты. Наливаем сюда горячие сливки. И перемешиваем все. Но не скоблите по краям. Иначе вы вот этот вот сахар, который там налив, обратно сюда закинете. Нам это ни к чему. Затем я закидываю сюда сливочное масло. Оно у меня тут растопленное. Так что осталось от приготовления десерта. Можно и в таком виде. Видите, какая она должна получиться. Если ваша карамель светлее вот этого оттенка, это говорит о том, что вы ее не доварили. И большой шанс, что она у вас засахарится. И добавляю соль. И переливаем карамель в стеклянную тару, чтобы она остывала. Я ничего не соскабливаю со стенок. Вот сколько у меня самостоятельно сюда вылилось карамели. Все, столько и вылилось. Не жадничайте. Вот это не пытайтесь искрести. Иначе все у вас, это тоже будет причиной порчи карамели. Итак, мы продолжаем готовить наш кекс. Он у нас уже выпекся. Он уже остыл. И даже наступил у нас следующий день. И сейчас мы будем отсюда его извлекать. Просто сверху вот так вот придерживаем. И вот эту трубу выдвигаем. И вытягиваем. Кекс должен полностью остыть. Если он будет тепленький, у вас это мало того, что не получится сделать. Так вы еще и можете кекс повредить. А так мы вот так вот аккуратненько, видите, вытаскиваем. Особо даже ничего у нас и не налипло. Какие-то там несколько крошек. Ой. Все, выкидываем и извлекаем отсюда наш кекс. Посмотрите, какой красавчик. Вот с такой вот дыркой. И теперь краешки, которые у нас тут вот не закрылись, я их ровно вот так обрезаю. Это можно просто погрызть. Вкусняшечки получились. Вот такие вот дырки. И вот кексик тут вот видно. Раз, два. Все, и это я сейчас пока чуть-чуть вот так вот в сторону откладываю. И чем мы занимаемся дальше? Сейчас Пасха у нас накануне. И у меня есть вот такие вот листы с символом Христоса Воскресе. И вот такое вот купола. Золотые. Ой, правда золотые. Золотые купола. В общем, и у меня здесь вот есть темперированный шоколад белый. И темперированный уже шоколад темный. Как темперировать шоколад, я вам ссылку оставлю внизу. Темперируем шоколад для того, чтобы он у нас не растаял и держал форму. И сейчас для того, чтобы вот из этих штук у нас карамель не вытекала, мы здесь должны сделать что-то такое из шоколада и наклеить это сюда. Представляете? Фантазия. Вот. И эти шоколадные штучки... А, и что это за вообще лисы такие? Вот это вот такая а-ля-улю переводилка. И сейчас я распределяю по ней шоколад. И когда шоколад у меня здесь схватится, тогда я отлеплю его, и вот эти рисунки у меня на шоколад перенесутся. Вот. И такой, знаете, у нас получится, ну, не кулич, но такой пасхальный хекс. Можно и так сделать. Ну, интересно же. И посмотрите, видите, у нас уже шоколад схватывается, начинает. И в этот момент, когда такая средняя степень, средняя стадия, скажем так, я кольцом резак вот так вот вырезаю. Смотрите, какая красота у нас получилась. Так, вот и наши золотые купола. Посмотрите, как красиво блестит. Посмотрите, как плотно сидит рисунок. Я тру ногтем, ой, пальцем, и ничего не происходит с ним. Вот. Даже если ногтем царапать, он все равно не сходит. Видите, как я... Вот я уже с какого раза, да, начал он сходить. А так вообще, вот, ему все равно. На кексике сверху небольшая такая горбинка. В принципе, от нее можно избавляться, можно не избавляться. Леша, например, сейчас говорит, не надо, не надо. А я все-таки чуть-чуть хочу вот так вот слегка выровнять, потому что будем сверху делать взбитые сливки, красиво класть, чтобы хотя бы, ну, немножко, более-менее поверхность такая ровная была. Я это обычно называю побрить бисквит. Вот я его так вот действительно брею. Ну, вот и все. Более-менее, видите, чтобы он такой ровный был. А сегодня какой день недели? Среда. Среда. Сегодня среда, и сейчас в Москве какая-то просто абсолютно сумасшедшая погода. Сейчас был град, дождь, снег, солнце, гром. И все это меняется в течение пяти минут, наверное. Представляете, пять минут идет просто град огромный, вот такой вот. Потом резко выходит солнце, через пять минут идет снег, дождь, потом один момент так шарахнул гром. Какая-то погода сегодня просто, я даже не знаю как, она капризничает. В общем, сегодня женская погода. Итак, сейчас взбиваем сливки. У меня здесь уже, вот я немножко положила сливок, у меня так заканчивалась коробочка, перелила. Доливаю еще немножко из новой. И сахарная пудра также здесь у меня. И сливки 33-35% взбиваем, взбиваем до плотной такой, чтобы кремообразная масса была, чтобы держала форму. Сливки отлично взбились у нас, и мы их отправляем в кондитерский мешок с большой красивой насадкой. Все ссылки будут внизу. Описание насадок. Все, с чем мы работаем. Так, у меня здесь стоят... Так, стоит моя карамелька. Ну и теперь момент X, мы собираем наш кекс. Мы так, в общем, и не смогли... Ой, что-то я кричу. Мы так и не смогли с Лешей определиться, какие нам затычки сделать коричневые из темного шоколада или из белого. Ну и решили так и сделать. С одной стороны сделать светлую, с другой сделать темную. Так, начинаем. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сразу приклеить, вот так вот перевернуть и залить сюда карамель. Если мы это не приклеим сюда, то тогда карамель, соответственно, у нас вытечет. Ну даже если она там чуть-чуть вытечет, ничего страшного. А то можно будет все это сконтролировать ситуацию. Наклею я на карамель. Аплодисменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, кекс у нас собран, сверху такую стружку шоколадную сделали. И сейчас мы убираем его в холодильник. Карамель у нас должна схватиться, чтобы она оттуда не вытекала. Но если она будет вытекать, я уже вам это говорила, это тоже будет очень аппетитно и сочно выглядеть. Поэтому все, да, убираем его в холодильник, пусть там чуть-чуть потусуется. Ну что ж, пришло время дегустации. Самое интересное это разрез, будем смотреть, что у нас там внутри. Вот такой вот классный кекс у нас получился. У меня, видите, уже завалилось, пока мы тут прыгали и фотографировали и так далее. Пробовать не хочу, готовлюсь к лету. Вот, и поверьте мне, это действительно очень вкусно, очень ароматно. Также карамель вы можете ароматизировать различными специями, которые вам нравятся. Все, я вас обнимаю, целую. Рецепт будет под этим видео по ссылке на наш сайт.